Добрый день, дорогие друзья! Одна из самых отвратительных черт путинской власти в том, что она превращает все институты в свою противоположность. Росгвардия должна защищать граждан, а вместо этого бьет женщины-стариков. Прокуратура служит не закону, а самоназванному государю. Милиция подкидывает наркотики, группа превратилась в банду наемных убийц. А ФСБ организует обнал, ограбление банков и отмывание средств. В системе судебной власти Конституционный суд должен обеспечивать конституционную законность. То есть следить, чтобы сама власть не нарушала Конституцию. Вот сам сейчас я это сказал и чувствую, звучит как-то немножко смешно. Какой к черту правопорядок, какая к черту законность на 20-м году путинского правления? Уже было использование уголовного законодательства против политических противников и для отъема собственности. Было игнорирование международных договоров. Было нарушение принципа разделения властей и подчинения судебной системы администрации президента. Было очевидно незаконное и безудержно неприличное обогащение чиновничества и силовиков. Да просто сам факт, что уже 20 лет высшая власть в стране принадлежит одному и тому же человеку, это игнорирование основополагающих статей Конституции. И все это Конституционный суд и его председатель Валерий Зорькин спокойно проглотили. Проглотили и не поморщились. Но в историю все же этот состав Конституционного суда во главе с Валерием Зорькиным войдет по другим причинам. На этой неделе Конституционный суд опубликовал свое заключение о соответствии путинских поправок в Конституцию самой Конституции. И вот тут надо сделать небольшое отступление. Вообще Конституционный суд не должен и не может рассматривать не вступившие в силу законопроекты на предмет соответствия Конституции. Сами поймите, суд это арбитр между двумя спорящими сторонами. А здесь второй стороны просто еще нет. Тогда какой это к дьяволу арбитр? Почему тогда вообще это заключение появилось? А все просто. Путин прекрасно понимает, что совершает преступление. И по старой питерской бандитской привычке старается замазать в этом преступлении как можно больше людей и институтов. Повязать их всех причастностью так, чтобы уже никого не оставить незапятнанным. А ответственность надо переложить на как можно более широкие слои. Для этого была придумана общественная комиссия по подготовке поправок, которая состояла из артистов и спортсменов. Для этого Путину потребовалось всенародное голосование, которое состоится уже после вступления поправок в силу. И для этого, собственно, потребовалось одобрение Конституционного суда. Путину важно сказать, это не я захватываю власть. Это ж люди меня попросили. Или если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. К тому же, смотрите, все по закону. Конституционный суд же подтвердил. То есть, зачем это Путину, понятно. Но вот зачем это Конституционному суду? В Конституционный суд входит немало судей. Это по большей части уже не молодые люди, к тому же не совсем чуждые праву. Которые уже должны думать о своем месте в истории, а не о том, как порадовать начальство. Которые должны иметь глубинное, профессиональное уважение к закону. Но это все-таки не районный суд. Здесь место судей себе просто так вот за деньги не купишь, как в районном суде какой-нибудь Кавказской республики. Но вот если бы Конституционный суд взял и сказал, Лавел Владимирович, вот мы вас, конечно, уважаем, но по закону не можем дать заключение. Ну, хотели бы, но не можем. И что бы было? Их бы расстреляли? Их бы посадили? У них бы отобрали выделенные государством особняки? Нет. Думаю, через пару лет на пенсию бы выперли. Но они остались бы в истории честными людьми. А так Конституционному суду этим заслуженным седовласым юристам пришлось крутиться, как вот теперь говорят, даме с пониженной социальной ответственностью под клиентом. Обосновывать, что с одной стороны Конституция так сильно меняется, что президентские сроки просто нельзя не обнулить. А с другой стороны, что она не так сильно меняется, поэтому предусмотренные девятой главой процедуры, там Конституционное совещание, референдум, применять не надо. Я давно и последовательно отстаиваю точку зрения, что нашей стране необходима парламентская демократия. То есть такая система правления, когда вся власть не сосредотачивается в руках одного человека. В своей посвященной проблемам государственного устройства брошюре «Новая Россия» или «Гордарика» я уделяю этому целую главу. Главный мой тезис заключается в том, что единоличная власть с такими полномочиями неминуемо приводит к тому, что президент подминает под себя все остальные ветви власти. Хороший президент, плохой, неважно. Он просто деформирует все окружающее правовое пространство тяжестью своих полномочий. Что мы и видим на примере заключения Конституционного суда. 52 страницы испанского стыда. То есть когда делают вроде они, а стыдно-то нам. Ну и наконец вишенка на торте. Решение Конституционного суда об обнулении сроков Путина. В одном и том же документе, на соседних страницах. Конституционный суд сначала говорит, что сменяемость власти это хорошо. А потом, что сменяемость это хорошо, но если очень хочется, то нельзя отказать народу в праве проголосовать за Путина. Тем более, когда обстановка в мире сложная. Это, кстати, не шутка. Конституционный суд так и пишет. Мол, Конституцию можно не исполнять, если в стране сложная политическая и экономическая ситуация. Я-то думал, что сложная политическая и экономическая ситуация возникает, если Конституцию нарушать, а не наоборот. А вот тут вот как интересно завернули. Но Конституционный суд умеет всех успокоить. В документе сказано, что действительно из-за отмены ограничений на пребывание Путина у власти могут возникнуть риски. Но эти риски компенсируются Конституционными институциональными гарантиями. А именно, развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, наличием политической конкуренции, эффективной моделью разделения властей, снабженной системой издержек и противовесов, а также обеспечением прав и свобод независимым правосудием, включая Конституционный суд Российской Федерации. У меня один вопрос. Вот сами судьи Конституционного суда верят, что это про нашу страну написано. Особенно теперь, когда судей президент назначает и снимает. Они про какую-то независимость? Или это троллинг такой тонкий? Мол, давайте мы в документе такую полную хрень напишем, что все сразу поймут, мы это не всерьез. Чтобы не было написано в заключении Конституционного суда, это не имеет ровным счетом никакого значения. Это заключение незаконно и антиконституционно от начала и до конца. Не имеет никакой силы. Рано или поздно это заключение будет изучено, пересмотрено и отменено. Судьи, которые в этом документе глумились над основным законом страны, самих ждет суд. Может быть уголовный, а может быть суд истории. А может быть и то и другое вместе. Ведь это решение суда точно войдет в историю. Но не так, как хотел председатель суда Зорькин. В истории судьи Конституционного суда останутся просто мелкими жуликами, которые предали свою профессию, предали свое призвание и стали прислугой вчерашним питерским бандитам. Может быть это произошло из страха. Может быть, чтобы не потерять какие-то материальные блага. Не знаю. Да и не важно это. Важно то, что вся эта суетливая возня с Конституцией всего лишь фикция. Правда проста и незамысловато. Нет никакой новой Конституции. Это лишь трюк, с помощью которого власть решила обойти установленное в Конституции ограничение для Путина выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Большая часть поправок, внесенных в Конституцию, противоречит ее первым и вторым главам. И априори поэтому не конституционны. Из Конституции вытравлены последние ограничения самодержавной президентской власти. Поправки уничтожают местное самоуправление и легализуют полный единоличный контроль президента над силовым блоком и судебной системой. Конституция становится выразителем взглядов небольшой части общества, все мысли и чувства которых сосредоточены в прошлом и которые пытаются навязать всему обществу свои ретроградные ценности. Клебисцит является незаконным, неконституционным действием, цель которого – замаскировать тот простой факт, что поправки приняты с грубым нарушением требований девятой главы Конституции. Власть узурпируется. И, наконец, в стране просто нет конституционного суда. И авторитет у этих проституток от юстиции тоже нет. И надеяться-то нам в этом не на кого. Думать надо своей головой. И доверять тем, кто этого, по вашему собственному мнению, заслуживает. Помните это. И не позволяйте никаким шулерам заморочить вам голову. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...